всем привет помните у меня видео кто не смотрел оставлю в описании поменял я на шаровой порванный пыльник не было под рукой ничего подобного поставил пыльник от наконечной жигулей в общем то он держался держался но в итоге спустя вот буквально по 2000 километров сам пыльник задубил в общем то это все ну и начало из него вот видите здесь немножко потеть и я решил заменить на просторах интернета ни хрена как обычно нет и вот такой вот пыльник я приобрел более или менее он похож сейчас сравним на аналог на вернее оригинал так вот он оригинал значит на нем ни хрена не написано вообще есть какая-то вот cr и все вообще ничего на пыльнике нет вот такой китайский аналог но ничего можно конечно покупать ставить жигулевские или меня там шаровой сборе и такое себя получат два колечка идет ну вот как то так более или менее видим что вот это чуть повыше но ну а так все остальные отверстия все как и должно быть вроде должен подойти тоже кстати там где-то в интернете я прочитал про вот этот аналог хэпбест и его коды вон такие но для того чтобы все у нас получилось мы будем использовать вот такой инструмент скорее всего нам понадобится ножичек кусачки пару отверточек всяких разных все поехали так но если вы будете менять оригинальные то у нас вот такого комфорта не будет на оригинальной естественно это потому что здесь стоял пыльник еще раз вот ладно нам еще понадобится тряпка конечно же все это вытереть вытереть и добавить новой смазки новая смазка у нас как и в тот раз будет блюжка ставить будем с помощью двух отверток вот так поставили разница распространительной чтобы здесь не скрызло кстати сама шаровая работа это ключ кстати вот эти вот движения это важно для того чтобы смазку разбить теперь берем колечко одеваем делаем это так чтобы ничего не порвать для того чтобы его одеть нам понадобится две отверточки на одной отверте мы зажимаем внизу а второй прокручиваем вот так а второй мы так бы его закручиваем по спиральке так все шикарно получилось ничего как бы сложного нет все держится со всех сторон а верхнее колечко оно такое вот простое простое стопорное колесо а главное делайте все предельно и осторожно и аккуратно чтобы не повредить саму резину что если вы ее порвете вам придется менять пыльник заново пыльник иностранный китайский будете его опять долго и не ждать пыльник оп оп есть все друзья вот в таком вот виде будет работать эта шаровая эта длинная пыльник так кстати если кому то интересно видео по о том как снять эту шаровую есть на канале смотрите вот видите здесь у меня чуть чуть слизано значит берете ставите какой-то металлический упор и бьете молотком а саму гайку убираете вот сюда выкручивая убираете выкручивается она с помощью восемнадцатого культа ключа рожкового позаботьтесь заранее о том чтобы он у вас был новый не слизанный это важно иначе ничего не получится ну все всем спасибо удачи пока хороших вам пыльников и не гладя не жегла совмест like я вас ему руг мне я